Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и вот о чем расскажем в ближайшие полчаса. Всемирные военные игры в Сочи обещают быть самыми масштабными, в этом уверены члены координационной комиссии. В Сочи все так же холодно, но транспорт ходит без сбоев. Дорожные службы по-прежнему в боевой готовности. В Адлере в ДТП пострадали два человека, а причиной стала банальная неаккуратность одного из участников движения. Сочи может поддержать свою землячку. Гера Арестова участвует во всероссийском конкурсе «Синяя птица». В Денском районе сегодня рано утром загорелся вагончик на территории свалки бытовых отходов вблизи села Красносельское. При тушении пожара были обнаружены тела четырех человек. Позже был найден труп еще одного погибшего. По предварительным данным, все они граждане Узбекистана. Сейчас устанавливается причина произошедшего. Расследование ситуации под личный контроль взял Вениамин Кондратьев. Глава региона поручил в течение суток разобраться и отстранить от работы должностных лиц, причастных к гибели людей. Тот, кто у вас курирует вообще жилищно-коммунальное хозяйство, вообще должен добровольно уже в лучшем случае уйти в отставку, в идеале, если уже пять погибших там. И вам же обращали внимание, сегодня у кого? Чья это свалка? Ее ориендуется? Что это свалка? Что ситуация такая? Да, это свалка, которую арендует предприятие общества с ограниченной ответственностью «Экострой-Юг». Сегодня работает на месте противно-следственная группа отдела МВД России по Денскому району. Все люди, которые там работали, это город Узбекистана, они все легально работали, всех проверили. Они имели патент на работу. Не раз эта свалка привыкла к вам, все внимание. Это никакой не полигон пёртых бытовых отходов. И если уж кому-то вы отдаёте в аренду, то вы спрашиваете с арендатора за то, что вообще он там делает или просто деньги собирает. Вот нет Алексея, как я, да, пойдём? Вот вы возьмите эту ситуацию под контролем и лично в течение суток доложите. Я ещё раз подчеркиваю, что это непорядок в Денском районе вообще, в жилищно-коммунальном хозяйстве. Там у них то одно, то другое, то пятка происходит. Поэтому вот системно подойдите и ответьте мне о причинах произошла. И конкретной персональной ответственности тех, кто это допустил, а мог не допустить. Вот из должностных лиц администрации муниципального образования Денской районы. Новороссийская птицефабрика готова увеличить производство. Предприятие посетил Вениамин Кондратьев. Главе региона рассказали, что в год там выпускают около 170 миллионов штук яиц. Производят на заводе также полуфабрикаты и готовую мясную продукцию. Их колбасы и сосиски из птицы реализуют во всём крае. На достигнутом руководство фабрики останавливаться не собирается и сейчас работает над расширением ассортимента. Говорим сегодня о состоянии экономики. Коллеги, ну в каком она упадке? Я думаю, что сегодня... Мы всё будем наращивать. Абсолютно верно. Вот хозяин будет наращивать, а тот, кто плачет, будет плакать. Поверьте, так устроена жизнь. Поэтому сегодня мы там, где успешный хозяин, успешная экономика, есть прибыль и есть перспектива. Вот об этом сегодня нужно говорить. После объезда по предприятиям и социальным объектам муниципалитета Вениамин Кондратьев встретился с местными жителями. Говорили о перспективах развития Новороссийска. Мы можем в баланс. Ну и кстати, в ближайшем будущем депутаты должны выбрать, кто будет руководить городом. Кандидаты на пост мэра уже есть. Каким нового главу видят губернатор и сами жители, расскажут наши краснодарские коллеги. Центр традиционной народной культуры в станице Натухаевской сегодня стал центром политической жизни всего Новороссийска. Здесь состоялись диалог губернатора с жителями и отчет исполняющего обязанности мэра города-героя. В свете того, что в Новороссийске за последние 13 лет появится новый глава, все сказанное проецируется на будущее. Один из основных претендентов Игорь Диченко работал в команде предыдущего мэра, которая смогла преобразить город. Одно из главных достижений – решение проблем с водоснабжением. 82% жителей получают воду круглосуточно, без перебоев, что еще лет 10 назад было фантастикой. Решение будет принимать Городская дума. Там тоже находятся вот те люди, депутаты, которым небезразлично будущее Новороссийска. Очень важно понимать, хотим ли мы перемен и каких. Или на самом деле сегодня Новороссийск, еще раз подчеркиваю, находится на той ступеньке, от которой можно продолжить движение вверх. Тот курс, который проводился Владимиром Ильичем, в том числе Игорь Алексеевич был в его команде, он правильный курс, который сегодня позволил Новороссийску иметь вот эту самую хорошую экономику. Социальная стабильность в городе налицо. Конечно, я поддерживаю Игоря Алексеевича в том, что он выдал свою кандидатуру на должность главы администрации города Новороссийска. По реакции людей понятно, их сердца ждут перемен, но в лучшую сторону. Без потрясений передела власти, что часто бывает при смене элит. Тем более задел для развития у Новороссийска огромный. Город-лидер по темпам роста экономики в крае, занимает третье место по объему инвестиций. Однако будущему мэру решать придется не только глобальные вопросы, но и ежедневные проблемы людей, дает понять Вениамин Кондратьев. Сегодня на сайт ко мне, я пока летел сегодня, вертолете обратились жители Новороссийска. В том, что три микрорайона остались без тепла, и всю ночь жители, в том числе и маленькие дети, для меня это особо важно, просидели в холоде. Что это за ситуация? Вениамин Кондратьев, была вчера технологическая авария на теплотрассе. Девятый микрорайон, 42 дома остались без тепла. Работали всю ночь, уже запустили мы, тепло дали, сегодня в 13.25, да, дали тепло. Спасибо за то, что оперативно ликвидировали эту проблему, но желательно было ее не допускать. И трубы менять, но ведь ничего никто не делал. Ну раньше надо было чуть-чуть, хотя бы лет 10-20 назад начать это делать, тогда мы сегодня бы не подошли к процентному износу 70-80%. Сегодня мы включили программу и все, чтобы планомерно, не взирая ни на какой дефицит денежных средств, планомерно заменять метр за метром и трубы, и теплотрассы. Чтобы не откладывать решение текущих проблем на потом, у города должна быть финансовая подушка безопасности. Несмотря на то, что больше половины бюджета это собственные доходы Новороссийска, за ним накопилось почти 3 миллиарда рублей госдолга. Кроме того, что естественно нужно его погашать, важно не накапливать новые долги, расставляет акценты губернатор. Это даст больше шансов попадать в различные федеральные программы. Например, по строительству школ. Их нехватка особо остро чувствуется в городском округе Новороссийска. Здесь, Евгений Иванович, вторая смена, 34% детей учатся во вторую смену, и объективно есть третья смена в Гайдуке, и объективно дети учатся в сельском клубе, а не в школе. И сегодня губернатор разговаривал лично с министром образования и добился того, что школа на 400 мест в Гайдуке будет включена в федеральную программу. И уже в следующем году эта школа будет построена в Гайдуке. В Новороссийске находятся одни из крупнейших предприятий в стране. Морской порт, цементный завод. И умение руководства города выстроить диалог с бизнесом также важно учитывать местным депутатам при выборе нового мэра, отмечает губернатор. Крупные компании должны чувствовать социальную ответственность перед тем городом, где они зарабатывают. Хороший пример, когда благодаря частному бизнесу появляются новые парки и скверы. Зеленые зоны в принципе неприкосновены для застройки в любой точке региона, напоминает губернатор. А любое строительство обязано быть комплексным. Люди жалуются, что частично застраиваются зеленые зоны, коллеги. Ну, это никому, недопустимо, никому и нигде. И не в Краснодаре, и не в Российске, и в Сочи. Ну, хватит нам этих бетонных джумлей. Все, что проектируете и все, что сегодня принимаете, однозначно должно быть с детскими садами, со школами, с парковками, с поликлиниками и со спортивными площадками. Все по-другому быть не может. По сути, разговор губернатора с жителями Новороссийска и прилегающих станиц – это постановка задач будущему мэру города-героя. Его муниципальные депутаты выберут 17 января. Александр Иванченко, Денис Перц, Денис Москаленко, Кубань-24, Новороссийск. Третьи зимние всемирные военные игры в Сочи обещают быть самыми масштабными. В этом уверены члены комиссии Международного совета военного спорта. Накануне делегация совершила свой второй и финальный инспекционный визит. С 5 по 8 декабря инспекторы осмотрели объекты горного и прибрежного кластера курорта. Какие объекты примут состязания и кто из олимпийских чемпионов стал послом игр, расскажет Татьяна Говоркова. Татьяна Говоркова, Денис Перц, Денис Перц, Денис Перц, Денис Перц, Денис Перц. Руководитель делегации и проектный менеджер игр отмечают, олимпийские объекты в отличном состоянии для проведения зрелищного патриотического состязания. Готова вся инфраструктура. Я уверен, что игры пройдут на высшем уровне. Комиссия удовлетворена сотрудничеством с организаторами и уровнем подготовки. Думаю, полностью будет подтвержден наш девиз – дружба через спорт. Мы уверены в успехе мероприятия. Все страны внесут свой вклад в игры. Мы взаимодействуем с высокопрофессиональной командой из ЦСКА и Казани. Они вносят новинки в работу военных видов спорта. Мы учимся у них. Кроме того, здесь предоставлены отличные условия для размещения спортсменов. Разработана отличная культурная программа. Это будет незабываемый праздник. До старта уникального мероприятия, которое соберет порядка двух тысяч спортсменов из сорока стран, осталось два месяца. Этого времени вполне достаточно для того, чтобы проработать организационные моменты и обдумать, как пройдет церемония открытия. Рассматриваются и варианты эстафеты символичного огня. Один из них озвучил начальник ЦСКА во время пресс-конференции. Огонь будет зажжен в Швейцарии и Лазане у штаб-квартиры Олимпийского комитета от огня, который горит у памятника, монумента, основателю современного Олимпийского движения в Мераду КВТМ. Мы планируем провести воинский ритуал в виде возложения венков в памятнику российской делегации. Если примут этот вариант, то символические огни одновременно зажгут в пяти военных округах России – Камчатке, Мурманске, на вершине Эльбруса, в Центральной России и на Дальнем Востоке. Все огни сойдутся в Москве перед зданием Министерства обороны, откуда и начнется эстафета огня игр в Сочи. Зажжет и пронесет факел посол Всемирных военных игр. Им назначена двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова. Сейчас мне придется как можно больше работать и в продвижении темы зимних военных игр, подготовки. То есть все вот эти мероприятия я должна буду охватить, работать в этом ключе, популяризировать военный спорт, то есть вот эту тематику. Тем более, если мы возьмем статистику, то за последние два года престиж службы в армии в нашей стране достаточно высокий. За пять дней среди лучших представителей национальных команд будут разыграны 44 комплекта наград в семи видах спорта. Биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, ориентирование на лыжах, ски, альпинизм, скалолазание и шортрек. Состязания примут олимпийские объекты и горнолыжные курорты. Объекты самые лучшие в мире. Здесь были олимпийские игры. Что касается объектов, мы уверены, что будет все очень классно организировано. Сейчас надо оргкомитет сделать все, чтобы было подготовлено для военных команд, чтобы приехали игры, чтобы прошли на высоком уровне. Помимо спортивных объектов, делегация Международного совета военного спорта посетила и гостиницы, где будут проживать спортсмены-военнослужащие, их родственники и коллеги. В одном из отелей расположится штаб комиссии. Создадут и специальный батальон военных волонтеров, специалистов, обладающих профильным образованием. Они помогут организовывать соревнования, судейства и работу технических специалистов. 13 декабря состоится заседание организационного комитета, на котором мы доложим результаты работы вчерашней и сегодняшней нашего визита инспекционного. Но в общем, центр по подготовке игр, который создан на базе Центрального спортивного клуба армии, нашего прославленного клуба, работает. И решение протокола, который мы подписали сегодня с генеральным сектором СИЗМ, полковником Дорох Мамбико, это тому лишнее подтверждение. Свои обязательства в полном объеме выполняет и принимающая сторона. Город готов обеспечить комфортное пребывание участников и гостей военных игр, предоставит своих волонтеров рекламу, транспорт и безопасность. Транспортная инфраструктура полностью готова к функционированию в период проведения игр. В высокой степени готовности находятся все наши медицинские учреждения. Прежде всего, речь идет о 8-й Краснополянской больнице и 4-й городской больнице, а также о станции скорой медицинской помощи. Что касается зрительской программы, то посетить военные игры смогут все желающие. Для доставки болельщиков на объекты привлекут до 100 единиц транспортных средств – туристические и городские микроавтобусы. Отмечу, зимние военные игры Россия примет впервые. До этого они проходили в Италии и Франции. Медики МЧС спасли жизнь сочинцу. Вызов поступил из села Медовеевка, расположенного в Краснополянском сельском округе. Врачи, взяв все необходимое, отправились на вызов пешком. По симптомам у пациента заподозрили инфаркт и заранее предвидя, что потребуется госпитализация, медики обратились к спасателям для эвакуации больного. При подобном диагнозе пациенту нельзя двигаться и подниматься. Спасатели эвакуировали мужчину на специальных носилках, затем он был отправлен в экстренное кардиологическое отделение горбольницы номер 4. Сразу после поступления ему было выполнено стентирование коронарных сосудов. Сейчас пациент чувствует себя значительно лучше. В Сочи шторм сменили морозы. Капризы погоды особенно ощутили автовладельцы, многие из которых оказались не готовы к гололеду на дорогах. А вот сбоев в работе общественного транспорта удалось избежать. На работу сочинцы добирались без опозданий, уверяют в департаменте транспорта и связи. Слово Инги Габешия. Ветер, шторм, снег, а теперь и мороз. За несколько дней сочинцы ощутили на себе все зимние явления природы. Нелегко сегодняшним утром пришлось водителям, которые не переобули свои автомобили. Гололед многих вынудил пересесть на общественный транспорт. Сбои в работе автобусов и маршрутных такси, конечно же, были, отмечают транспортники, но ненадолго. Все службы города сработали достаточно оперативно, поэтому на сегодняшний день уже сбоев по транспорту, в принципе, нет. Это очень радует. По поручению главы города Сочи были отработаны моменты, связанные со штабами, которые есть в районах. Соответственно, было достаточное количество и соли, запасов в районах, и техники, которая достаточно быстро отработала. Сами сочинцы накладок в работе общественного транспорта не заметили. Стоять подолгу на остановках не приходилось. Мы из Хосты приехали. Нормальная дорога, никаких проблем, ничего. Транспорт хорошо ходил. Все так знают нашу природу, наш климат. С утра, а потом все хорошо. Сложностей не было. Слава Богу, работают все службы, все отлично. Транспорт ходит хорошо. Я с Адлера прекрасно доехала. Все нормально. Во всех четырех районах города заранее позаботились о заключении контрактов на зимнее содержание уличной дорожной сети города, а также о запасах противогололедного материала. Тонны песка и соли. А десятки грейдеров, поливочных машин и погрузчиков работали как на городских, так и региональных и федеральных трассах. На сегодня все службы по-прежнему находятся в боевой готовности. Прогнозы неутешительны. Сегодня ночью синоптики прогнозируют сильные морозы. Столбик термометров местами опустится до минус 11 градусов. Усугубить ситуацию и сильный ветер, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду. Завтрашняя ночь также не обещает быть теплой. Прогноз на 9 декабря – мокрый снег и дождь. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Власти Сочи просят внимательно отнестись к этой информации. В Сочи объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильный ветер и шторм. При возникновении ЧП звоните с мобильных телефонов по номеру 010. Продолжаем. Накануне в Адлерском районе Сочи произошло ДТП. Пострадало два человека. Причиной стала банальная неаккуратность одного из участников дорожного движения. Столкновение мотороллера и автомобиля ВАЗ-2131 произошло на улице Ленина в Адлере. По предварительной версии водитель мотороллера не соблюдал необходимый боковой интервал. В результате ДТП он и его 11-летний пассажир были госпитализированы с места происшествия. По факту ДТП проводится проверка. С 11 месяцев текущего года на территории города Сочи в дорожно-транспортных происшествиях, произошедших по вине водителей, пострадало 20 несовершеннолетних пассажиров. Убедительная просьба к водителям. Не подвергайте жизнь и здоровье своих детей опасности. В Сочи с начала этого года изъято более 46 тонн нелегального алкоголя. Сотрудники отдела по исполнению административного законодательства ВД Сочи регулярно проводят рейды, направленные на пересечение реализации незаконных спиртных напитков. В ходе очередных мероприятий полицейские изъяли более 20 литров нелицензированного алкоголя. Очередной рейд прошел в поселке Лао, где и был выявлен нестационарный торговый объект. Там под видом алкогольной продукции и домашней выработки продавались вино, чача и другие разливные спиртные напитки в пластиковой таре без лицензии. В ходе проверки изъято более 20 литров спиртного, а владельцу торгового объекта придется оплатить административный штраф. По данному факту проводится расследование. Мы просим всех жителей и гостей города, особенно в канун новогодних праздников, кто обладает информацией о продаже такой незаконной продукции, незамедленно сообщать в полицию по телефону 02. В Сочи сегодня открылось заседание Координационного совета участников соглашения о муниципальном сотрудничестве и взаимодействии между советами муниципальных образований регионов Юга России. Первым вопросом стало пополнение состава. Координационный совет участников соглашения о муниципальном сотрудничестве был образован 8 лет назад. Тогда в него входило только 5 регионов. Сейчас совет значительно больше, более того, есть заявки о вступлении в него новых представителей. Все они занимаются вопросами местного самоуправления. Два совета муниципальных образований – Республика Крым и город Севастополь. Они изъявили желание стать участниками соглашения. Мы такое их желание удовлетворим. И всячески будем стараться поделиться нашим опытом. Всячески помогать в решении тех проблем, которые у них там есть. Совет участников соглашения о муниципальном сотрудничестве значительно расширился. И за счет Ингушетии, Северной Осетии, Алании, Чеченской Республики оттуда тоже поступили заявки. А здесь, в Сочи, участники Координационного совета рассмотрят опыт работы ТОСов Краснодарского края. О том, как в Сочи ведется эта работа, рассказал заместитель главы города Константин Чеботарь. И в пример он привел недавний ураган, разбушевавшийся на побережье. Пляжная полоса вот здесь, набережная, которую вы пройдетесь увидеть, там тоже было огромное количество гальки, поваленных деревьев. То, что море кинуло нам сюда на берег. Ну и сам город был, это практически что-то. Это если повалило деревья, представляете, сколько наломало просто веток больших. И буквально два дня, и этого ничего нет. Почему? Потому что не только те коммунальные службы, которые вот закреплены за этими территориями, но и непосредственно ТОСы поднимают людей, жителей города Сочи, домкомов, мотивируем людей. И они выходят на свои закрепленные территории. Как эталон межмуниципального сотрудничества привели и пример Новопавловского сельского поселения. Это Белоглинский район Краснодарского края. А в качестве культурной программы участники совета посетят горный кластер Олимпийской деревни и шоу «Поющие фонтаны» в Олимпийском парке. Елена Овсецина, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. Доступность территорий для маломобильных групп, адаптация и сопровождение детей с расстройством аутистического спектра и работа городской организации общества глухих. Эти темы обсуждали сегодня участники совета по делам инвалидов при главе города. Напомню, в Сочи с 1 по 10 декабря объявлена декада инвалидов. Расскажет Рината Шипулина. Проведение ряда мероприятий запланировано во всех районах города, где будут обсуждаться вопросы по социализации людей с инвалидностью в обществе. На совете речь, в частности, шла о создании условий для детей с расстройствами аутистического спектра. Это новые требования Федеральной образовательной системы по адаптации и обеспечению сопровождения таких детей в школах. В этом году в школы пошло, в наше образовательное учреждение детей с рас 1 сентября пришло 17 человек. Из них 5 человек в образовательных школах, в общеобразовательных школах, и 12 человек в нашей школе-интернат номер 2. И то, что детей уже приняли в общеобразовательные школы, и в соответствии с новыми стандартами в них уже в средних школах работают с этими детками, это большой показатель нашей совместной работы. С января следующего года в некоторых образовательных учреждениях планируется введение дополнительных ставок специалистов. Это логопеды, педагоги-психологи, тьютеры, задача которых – помощь в адаптации детей с инвалидностью. Ну, например, тьютеры-дефектологи. Что они делают в этих двух детских садах? Они не просто помогают ребенку, они для ребенка являются связующим звеном в общении с воспитателями, с педагогами-психологами, с медицинским персоналом, и создают нормальную среду в образовательном сообществе, в группе, например, не нарушая права других детей. Тема безбарьерной среды по-прежнему на особом контроле. В предолимпийский период около полутора тысяч объектов были приведены в соответствии с требованиями Международного паралимпийского комитета, и работа эта продолжается. Перед Кубком Федерации ФИФА и Чемпионатом мира утвержден целый список объектов, более тысячи, которые до Чемпионата мира должны будут приведены к полной доступности. Около тысячи объектов на предмет доступности уже проинспектированы. Штрафы выписаны на общую сумму 350 тысяч рублей. Обозначены сроки приведения территорий к утвержденным стандартам. Рината Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сочи может поддержать свою землячку. Гера Арестова участвует во всероссийском телевизионном конкурсе юных талантов «Синяя птица». Гера учится в музыкальной школе по классу фортепиано и занимается эстрадным вокалом. Этому не мешает даже недуг, с которым борется и девочка, и вся ее семья. Она любит поэзию и уже пробует писать сама, а в будущем мечтает написать книгу. В ее арсенале уже есть один студийный альбом, и на вырученные от продажи средства Гера планирует помочь родным и оплатить обучение. Мечта девочки – спеть на одной сцене с Аллой Пугачевой. Поэтому на конкурсе она спела песню «Кримадонны. Не обижай меня». Не отдай меня за то, что верила тебе, за огонек в моей судьбе, за ясный свет в глаза твои, за то, что я любила тебя. Чтобы Гера прошла в следующий тур, ей нужна поддержка. Голосование ведется на сайте конкурса «Синяя птица». Проголосовать с каждого устройства можно пять раз. Каждый голос – это реальная помощь талантливой сочинке, которая борется и за здоровье, и за признание. Ну и в завершении выпуска информация от наших партнеров. Сеть салонов «Тканей для дома» предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье, пошивштор на заказ. Партнер выпуска новостей – бизнес-центр «Грант». В одном месте представлены материалы для отделки стен, напольные покрытия, мебель, климатическое оборудование и многое другое. Ну и все новости уже на нашем сайте fkt.com. На этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok